дорогие друзья всем огромный привет у нас традиционный прямой эфир каждые две недели в среду в 15.00 по московскому времени у нас прямые эфиры еще раз хочу озвучить 26 прямых эфира в 2018 году один раз в две недели в 15.00 по московскому времени хочу анонсировать еще один момент я решил увеличить количество прямых эфиров то есть раз в две недели у нас будет прямой эфир на какую-либо из тем по сетевому бизнесу и плюс в промежутках в неделю либо в среду либо в четверг у нас я буду проводить презентацию презентацию бизнеса и презентацию по продукции что скажете на эту тему вот у меня есть такая идея еще раз повторюсь раз в две недели какой-либо обучающий да у нас прямой эфир 26 прямых эфира в 2018 году в одну из недель да то есть получается вот сейчас у нас обучающий след на следующей неделе предположительно в четверг я планирую делать презентацию презентацию возможности бизнеса так что вот такие штуки такая идея есть в том числе ну что друзья сегодняшняя тема у нас лидерство мифы и факты вот скажите пожалуйста когда мы говорим слово лидер да то есть какое у вас есть представление по этому поводу вот лидер кто это вот как вы себе представляете вот лидер кто это кого бы вы назвали лидером да например знаете когда вот например я оказываюсь на каком-либо тренинге и тренер да например который проводит это тренинг задает вопрос на тему да опять же да вот лидер кто это тут возникает самом деле вот для меня трудно ответить на этот вопрос потому что я не знаю как в каком направлении поведет спикер до тренер дальнейший разговор о чем пойдет речь потому что тема лидерства она на самом деле очень глубокая на тему лидерства написано ну я не знаю тысячи наверняка книг а может быть даже десятки тысяч книг а может быть даже больше поставьте пожалуйста в чате цифру вот сколько вы проходили сами лично тренингов например связано с тема лидерства сколько вы книг прочитали например да то есть тема связанной с лидерством вот давайте договоримся так вот то о чем я буду говорить то о чем я сегодня буду говорить это сугубо моя мое мнение хорошо я не претендую на истину то есть я не претендую на истина в последней инстанции я буду говорить сегодня о том что для меня означает быть лидером в сетевом бизнесе договорились то есть именно про лидерство в сетевом бизнесе еще раз повторюсь это сугубо моя точка зрения это мое мнение можно соглашаться с ним можно не соглашаться в любом случае скажу просто одно моя точка зрения мое мнение провело меня к тому результату который мы имеем да то есть к тем достижениям которые мы имеем сетевом бизнесе и так вы можете с чем-то согласиться вы можете с чем-то не соглашаться. Ну, когда со мной начинает кто-то спорить, я говорю, вы знаете, вот ваше мнение привело вас к вашему результату, мое мнение привело меня к моему результату. Я не знаю, чье мнение, то есть более правильное, но результат все расставит на свои места, в любом случае. Давайте договоримся, я сейчас закрою чат, хорошо, дам несколько вводных на эту тему, затем открою чат и отвечу на несколько вопросов, на 5-10 вопросов, отвечу по этой теме, хорошо? Примерно 15-20 минут, я сейчас дам вводную информацию, буквально кратенько, и дальше мы с вами подиаложим вопрос-ответ. Итак, я закрываю комментарии, поехали. Итак, друзья, лидерство, тема лидер, кто такой лидер, но в переводе вообще с латыни человек, который ведет, да, то есть ведущий, то есть вы правильно, кто писал в комментарии, писали о том, что это тот человек, за которым идут, это тот человек, который ведет. Вот я выделю сегодня три основных, как я считаю, ключевых момента, которые тоже, ну, можно по каждому из этих пунктов сделать вообще отдельный тренинг, отдельный семинар, отдельно книгу написать. Три вещи, которые я выделяю в качестве лидерства в сетевом бизнесе. Первое, это знать, куда ты идешь, как лидер, куда ты ведешь других людей. Второе, лидерство, это влияние. И третье, лидер, это организатор. Итак, вот три вещи, на которые я делаю упор. Лидер, это тот, кто знает, куда он идет. Второй момент, лидер, это человек, влияние, и лидер, это организатор. Давайте вот быстро пробежимся по этим трем тезисам, да, основным. Лидер, это тот человек, который знает, куда он идет. Вот, ребят, знаете, когда мне задают вопросы, как приглашать людей, как формировать команду, ну, и так далее, так далее, у меня не получается формировать команду, у меня не получается, люди за мной не идут, ну, и так далее, так далее. Я много рекрутирую, и так далее, так далее. Почему-то у меня не получается рекрутинг. Вы знаете, я, когда мне задают такие вопросы, задаю встречный вопрос. Скажи, пожалуйста, я говорю, а какая твоя цель? Почему люди должны идти за тобой? Вот почему, с чего ты взял, что другие люди должны идти за тобой? Почему они должны за тобой идти? Скажи, вот представь, что ты меня рекрутируешь. Назови свою цель и насколько твоя цель может меня вдохновить? Вот насколько твоя цель может меня вдохновить? Насколько твои цели могут вдохновить меня и я захочу пойти за тобой? И вот тут очень многие люди после этого вопроса начинают плыть. Ребята, я вам задам конкретный вопрос. Скажите, какие у вас цели? Какая у вас цель? Задумайтесь, это очень серьезный вопрос. Достижение этой цели на какое количество людей повлияет? Вот это очень важный момент. Сейчас объясню. Знаете, у многих людей цели из разряда, знаете, вот есть такой пример. Руководитель приглашает к себе зама и говорит, посмотри вот туда в окно, видишь там холм. Тот говорит, вижу. Как ты считаешь, если на этом холму поставить дом, частный дом с панорамными стеклами, красиво это будет? Он говорит, ну да, красиво. Как считаешь, оттуда шикарно будет вид? Да. А если там бассейн еще сделать? Как думаешь, из этого бассейна классно можно будет любоваться городом? Он говорит, конечно. Так вот, говорит, если ты будешь хорошо работать, я смогу там построить себе дом. Вот, ребят, задумайтесь, пожалуйста, по-серьезному, да, вот ваша цель, она только для вас или ваша цель, она на самом деле по-честному, то есть связана еще с теми людьми, которые придут в вашу команду. На самом деле. Скажите, пожалуйста, вот задайтесь с несколькими вопросами. Вот скажите, пожалуйста, кто себя глупым считает? Я уверен, все скажут, нет, я себя глупым не считаю. Я понимаю сейчас, да, наверняка у вас улыбочка на лице появилась при этом вопросе. Хорошо, никто себя глупым не считает. Скажите, пожалуйста, вот когда человек озвучивает цель, но эта цель, знаете, такая, она красивая, но на самом деле вы чувствуете, что гонит, вот врет, лжет человек, красивую цель озвучивает. Вот скажите, вы когда-нибудь чувствовали это? Все люди чувствуют, понимаете? Поэтому, вот, ребят, никто себя глупым не считает, каждый из нас прекрасно чувствует, человек просто говорит красивые фразы, или он на самом деле горит этой целью, на самом деле это его настоящая цель. Вот каждый из нас это чувствует в других людях, поэтому не думайте, что другие люди не чувствуют это от вас. Поэтому, то есть, какая ваша цель, куда вы идете в сетевом бизнесе, что вы создаете, какую организацию вы создаете. Вот это очень важный момент. И тут, ребят, вот тут, запомните, видение своего будущего, энергию для своего будущего надо брать из будущего, из своего будущего, а не из прошлого. Сейчас я поясню конкретнее. Вот у нас в команде есть очень хорошая семейная пара Марина и Сергей Васильевы. Вот Сергей Васильев нам очень хороший пример недавно напомнил. Когда мы еще только-только начинали развивать свою сетевую организацию, в нашей команде было, ну там, условно говоря, человек 50-100. И мы там с ключевой команды выходили на природу, были на берегу там маленького прудика, шашлыки кушали. И мы там были просто простые менеджеры еще по карьерной лестнице. И мы воодушевленно, то есть рассказывали о нашем видении, о том, каким мы представляем будущее нашего бизнеса. И мы там говорили, что, ребят, придет время, мы с вами будем отдыхать на берегу морей и океанов на международных конференциях. И вот про этот пример Сергей напомнил нам, когда мы были в Майами-Бич в Соединенных Штатах на бриллиантовой конференции компании «Арифлейм» на берегу Атлантического океана. Понимаете, вот о чем я говорю. Видение, какая цель у вас, куда вы идете, куда вы приглашаете людей, почему люди должны идти за вами, задумайтесь об этом. Вот это, я вам могу сказать, даст вам такую колоссальную энергию. По этому поводу, мы уже проводили вебинары, да, по поводу постановки цели, по поводу мотивации мы говорили об этом. Посмотрите, предыдущие записи в Ютубе, есть записи предыдущих прямых эфиров на эту тему. Запомните, мотивация, вот этот внутренний драйв, огонь, это не то, что один раз сделал и это на всю жизнь. Это то, что нужно подпитывать в себе всегда, абсолютно. Второй тезис, о чем мы говорили с вами, да, лидерство. Лидер – это тот, кто влияет. Все люди пытаются влиять, все, абсолютно, запомните, все. Кто-то влияет криком, манипулированием, слезами, многозначительным молчанием, знаете, таким. У нас в России особенно есть такая игра, про обидки называется. Знает кто-нибудь, может быть, на себе сейчас увидите это. Кто раньше обидится, кто дольше умеет обижаться. Понятно, да, идея? Кто сильнее может обижаться, кто может сделать наиболее выразительное лицо обиженное и так далее, так далее. Ребят, вот это все элементы влияния. Вот так, запомните, влияют слабые люди, слабые личности, не по физическому состоянию, а по внутреннему состоянию. Если человек не может повлиять каким-то другим естественным способом, он начинает кричать. Вот обращали внимание, родители кричат на детей. Почему? Потому что не могут по-другому повлиять. Там начинают обижаться, слезы, да, жена там слезу пустила, да, или мужчина слезу пустил, а жена говорит, ну, хорош, ты что ты плачешь, да. Ну, вы понимаете, я сейчас ерничаю. Другой вид влияния, как влияют сильные. Вот запомните, сильные люди влияют своей цельностью. Цельностью. Что такое цельность? Вот представьте колесико, да, цельность. Это когда ты думаешь, говоришь и делаешь одно и то же. Когда ты думаешь, говоришь и делаешь одно и то же. И вот тут, хотим мы этого, не хотим, подобное по-любому притягивается к подобному. Вот хотим мы этого, не хотим, подобное притянется к подобному. И вот, если вы обратите внимание, все тараканы в голове, они из-за отсутствия цельности. Нужно просто себе честно сказать, да, то есть, куда я иду, о чем я думаю. А думаете вы, ребят, опять мы вернемся к этому, только о том, что вам вот туда напихало ваше окружение. Когда некоторые говорят, я сама принимаю решение, да нифига ты не принимаешь сама или сам решение. Ты принимаешь решение, исходя из той информации, которая у тебя в голове образовалась. Поэтому, а информация там у тебя в голове сама по себе не появилась. Туда люди ее засунули, телевизор засунул, радио засунуло и так далее, так далее. Вот поэтому, ребят, запомните, лидер это не только человек, который влияет на других. Лидер это тот человек, который позволяет влиять на себя. Хотим мы этого, не хотим, все равно на нас тоже влияют. Поэтому вот тут осознанный допуск влияния на себя. Понятно, надеюсь, объяснил эту идею. Вот я четко сам понимаю, что все мои вот тут вот в голове находящиеся мысли, они не появились сами по себе. Это результат прочитанных книг, это результат общения с какими-то людьми, это результат той информации, которую я сюда запустил. Поэтому вот с этим вопросом я очень серьезен. Я очень серьезно отношусь к вопросу, кто будет влиять на меня. Поэтому вот тут посмотрите, что вы читаете, что вы смотрите и с какими людьми вы общаетесь. Поэтому вы, наверное, тысячу раз уже, кто смотрит все мои прямые эфиры, слышите о том, что я на пусечный выстрел к себе не подпускаю негативщиков. Я очень не люблю, когда начинают при мне обсуждать других людей. Я очень не люблю, когда начинают там про мелочи всякие говорить. Я всегда считал и считаю, что обсуждать нужно идеи, обсуждать нужно цели, обсуждать нужно какие-то ситуации, которые нужно исправить, понятно, да, идеи, и в итоге находить решение. Поэтому, ребят, второй тезис лидерства. Лидер – это человек, который влияет на других, и человек, который позволяет кому-то влиять на себя. Влияние. Влиять нужно цельностью. Цельность – это когда я думаю, говорю и делаю одно и то же. А знаете, как бывает, да? Думаешь одно, говоришь второе, а делаешь третье. Как мне сделать так, чтобы мой сын захотел заниматься спортом? Ну вот как, скажите, как? Кричать на него или ему говорить «я в твои годы». Скажите вот честно, кого бесит, когда вам родители говорили «я в твои годы то-то, то-то, то-то». Но заметьте, не стали ли вы таким родителем в последующем, да, который говорит «да я в твои годы», там еще что-то. Кого волнует, что ты делал в его годы? Покажи, что ты делаешь сейчас. Я хочу, вот у меня это одна из моих мотиваций, я хочу, чтобы мой сын был суперуспешным. Но я должен влиять на него. Как я могу влиять на него? Только своей цельностью. Если я буду думать, говорить и делать, понимаете, одно и то же. Если я хочу, чтобы он был спортивный парень, я сам должен влиять на себя таким вот образом. Если я хочу, чтобы он был успешным в сетевом бизнесе, я не должен ему рассказывать, как я в свое время делал бриллиантового директора. Я показываю, как я сейчас работаю. Понятно, да, идея? То же самое, как мне влиять на свою организацию. Да, я могу говорить им и рассказывать своей команде, как мы делали бриллиантов, как мы делали исполнительных директоров. Но это не работает, ребят. Лучшее влияние это показать своим примером, как мы работаем сейчас. И мы не из той категории лидеров, которые когда-то росли. Мы лидеры, которые растут сейчас. Мы растем сейчас, мы рекрутируем сейчас, мы работаем с новичками сейчас, мы выслушиваем возражения сейчас, мы обучаем сейчас, мы развиваем лидеров сейчас, мы строим директорские команды сейчас. Понятно, да, идея? И третий тезис лидерства, третья вещь, на которую мы делаем упор. Лидер-организатор, сейчас поясню. Вот иногда я говорю, скажите, вот какими навыками должен обладать лидер? Ну, например, когда у нас проходит живая встреча с кем-нибудь. И там беру фломастер и начинаю писать на флипчарте. И начинается пунктуальный, дисциплинированный, позитивный. И получается где-то список из 20-30 пунктов. Я потом отхожу в сторону и говорю, знаете, я еще ни одного такого человека не встречал. Терминатора описываем. Понятная идея? Это такой вот, знаете, такой терминатор. В жизни таких нету людей, однозначно. Запомните, лидер это не тот, кто умеет все делать. Но лидер умеет организовывать. Он умеет организовать себя. А умея организовывать себя, он умеет вокруг создать команду из разных сильных людей. Вот я сейчас признаюсь на всю вселенную, например, да. Я не умею, например, создавать ничего в гугл таблицах. Вообще ничего. Я восхищаюсь людьми, которые это умеют делать. Понятно, да, идея? Я пробовал, попробовал там, ну, как-то что-то разобраться. Меня это бесит сразу же. Но я знаю одну вещь. У меня в команде есть куча людей, которые могут мне помочь это сделать. Понятно, да, идея? Вот запомните, ребят, вы не должны уметь все делать. Вы должны уметь организовывать. Я очень злюсь, например, когда вижу, что у меня есть в команде люди, которые целый день, а то и два дня делали слайды. Я говорю, чем ты занимался? Слайды делал. Два дня? Да, два дня. Потому что он не умеет делать слайды. Я говорю, какого фига ты занимался ерундой? Неужели у тебя в команде нет человека, который мог помочь тебе сделать эти слайды за один час? Есть. Я говорю, а почему ты сам не сделал? Запомните. Вот сделай. Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Вот эта фраза не подходит для сетевого бизнеса. Забудьте эту фразу. Эту фразу используют только люди, которые создают маленькие бизнесы. Вот такие люди обычно не создают большие бизнесы. Если ты хочешь сделать хорошо, создай команду из разных сильных людей с сильными качествами. Понятная идея? Организуй, создай команду из людей с разными сильными качествами. Вот это работает в сетевом бизнесе. А сделай это сам. Это не для сетевого бизнеса. Идея понятна? Вот три основных тезиса по поводу лидерства именно в сетевом бизнесе. Следующий момент. Следующий момент. Я просто позвольте еще несколько таких важных вещей хочу определить вам. Вот это вот все три вещи, они на поверхности лежат. Понятно, да? Цель ее можно увидеть, есть она или нет. Дальше цельность человека тоже можно увидеть. Ну, согласитесь, это видно. Умеет организовать, не умеет организовывать, тоже видно. Но есть еще одна вещь. Это тем, как ты, то, что тяжело заметно на первый взгляд. Это то, как ты преодолеваешь неудачи. Спады есть у любого человека. Неудачные моменты есть у любого человека. Вот вопрос, что ты делаешь, когда у тебя ничего не получается. Вот этот вот момент, который нужно в себе взращивать, ребят. Вот с этим мало кто рождается. Что я здесь хочу вам сказать. Вот очень важно помнить сказку «Волшебник изумрудного города». Вот есть такая сказка «Волшебник изумрудного города», вы знаете, да? Там вот в один-в-один про Элли. Это сказка для сетевого бизнеса. Помните, там была Элли. И Элли попала в волшебную страну, и она хотела вернуться домой. Она пошла к этому Гудвину, да, по-моему, Гудвин, волшебник. И Гудвин ей сказал, Элли, если ты хочешь вернуться домой, если ты хочешь, чтобы твоя мечта вернуться домой осуществилась, тебе нужно найти троих, у кого есть мечта, и помочь им осуществить их мечту. И помните, что делала Элли? Она шла и спрашивала, здравствуйте, у вас есть мечта? Ей говорили, девочка, отстань с ерундой. Здравствуйте, у вас есть мечта? Девочки, не видишь, мы тут работаем, отстань от нас. Здравствуйте, у вас есть мечта? И она, помните, нашла там страшилу, который хотел иметь мозги. Потом они пошли вместе, нашли дровосека, который хотел иметь сердце. А потом они нашли льва, который хотел смелым быть. А потом, помните, сформировали ключевую команду. А потом они преодолевали, помните, там, песчаные бури, темные леса, снежные горы и так далее. Ну, как в нашем бизнесе, один в один. И когда у этих троих осуществились их мечты, поднялся ветерок, который поднял Элли, и она оказалась у себя дома. Ребят, вот это вот сказка о том, например, как создать три директорские команды по карьерной лестнице компании Reflame. Понимаете, в чем дело? Вы можете больше команд создать, но я хочу, чтобы вы вот этот принцип запомнили. Знаете, что меня очень сильно огорчает? Как некоторые лидеры останавливаются в росте, осуществив свои мечты, какие-то базовые мечты. И я понимаю, что они остановились по одной простой причине. Они не поняли глубины смысла этого бизнеса. В сетевом бизнесе, друзья, вот сейчас я хочу паузу сделать, чтобы вы очень серьезно послушали. В сетевом бизнесе преуспевают и выдающихся результатов добиваются на самом деле только те, кто работают на мечты людей своей команды. Не трындят об этом, не болтают красиво об этом, а на самом деле в первую очередь работают на результаты своих партнеров. Когда они думают не о себе, не о своем настрое, а когда они думают о настрое своей команды. Когда они думают, как своим примером вдохновлять свою команду. И вот тогда, в этот момент, ты встаешь на путь становления великого лидера сетевой индустрии. Только так, ребят, и никак по-другому. По-другому не становятся великими лидерами не только в сетевом бизнесе, а вообще и по жизни в том числе. Иначе, ребят, иначе всю жизнь быть кухаркой возле плиты. Еще один момент хочу затронуть. Очень такой он будет сейчас немножко провокационный для некоторых. Вот, вы знаете, для девочек я привожу иногда такой пример. Вот мы все рождены лидерами. И девочки, и мальчики без разницы не имеет значения. Просто я говорю, есть жизнь курицы, а есть жизнь орлицы. Вот жизнь курицы, это знаете как, это вот в курятничке своем, сколько кинули зернышек, столько поклевал. Понятно, быть довольным этим. Это только возле плиты стоять. Понятно, да, идея? Только вот этим заниматься. А жизнь орлицы, она отличается немножко. Орлица, она сама добывает еду для себя и для своих детей. Орлица, она вся ответственность стопроцентная на ней. Ее никто не накормит. Заметьте, и орлица мать, и курица мать. Но курица воспитывает курят и петушков, а орлица воспитывает будущих орлов. Но есть птицы-мутанты, я называю условно. Знаете, кто это такие? Они не хотят быть курицами, но и орлицами очкуют быть. И в итоге появляется третий тип птиц, мутанты. Знаете, что это такое? Это вот и не курица, блин, и не орлица, в конце концов. И вот они запутываются в этом состоянии, блин. Я говорю, в конце концов, определитесь, кто вы. Я понимаю, я сейчас провокационную вещь говорю. Каждый рожден быть орлицей, каждый абсолютно. У мужиков немножко по-другому, ребят. Там есть жизнь барана и жизнь льва. Сейчас объясню. Потому что у мужиков чуть-чуть по-другому, ребят. Понимаете, в чем дело? Вот я раньше жил жизнью барана. Как бы это, ну, неприятно мне это говорить. Почему? Потому что барашков отпускают в поле попастись. У них есть мнимое чувство свободы. У куриц там загончик, а барашки они бегают. Понятно? Вечером возвращаются. Некоторые на заработки ездят, да? То есть, понятно, да, идея? И у них есть ощущение, ощущение, что у них есть мнимая свобода. У львов, ребят, у них то же самое. Догнал, поел сам, накормил семью. Не догнал, все голодные. Поэтому у льва только один вариант. Догнать. Иначе все умрут, включая его. Но есть, опять же, да? То есть, мутация некоторая. Человек говорит, я не баран, блин. Но и на себя ответственность льва не берет. Моя задача вот этими прямыми эфирами никоим разом никого не оскорбить и не обидеть. Если кого-то, не дай бог, задел, вот эту злость вы превратите во что-то хорошее. Но вот это, увы, или к счастью, правда этой жизни. Я хочу каждому абсолютному человеку пожелать стать тем, кем вы на самом деле были рождены. На самом деле. Чтобы вы разбудили внутри себя вот это вот внутреннее, кем вы родились, сильной личности. Чтобы вы от этого начали получать удовольствие, от этой силы получать удовольствие. чтобы вы на самом деле были человеком, который знает, куда он идет и куда ведет других людей. Чтобы вы были человеком, который влияет своей цельностью, думает, говорит и делает. И эта цельность, она вдохновляет всех, кто оказался рядом. И третье, вы тот человек, который умеет организовать себя и, соответственно, умеет организовывать других. Я хочу пожелать вам, чтобы вы, стали человеком, с кого начнется богатый род вашей семьи. Чтобы вы, а не кто-то другой, сделал так, чтобы ваш род семьи с вас стал богатым. Именно с вас. И если вы продолжатель богатого рода, чтобы вы приумножили полученные богатства от своих родителей, либо прадедов. С огромным удовольствием сейчас открываю чат для комментариев. Можете задать несколько вопросов, с удовольствием на них отвечу. Спасибо большое. Спасибо за ваше приветствие. Спасибо за ваши лайки. Если есть вопросы, то задавайте, с удовольствием отвечу. Еще раз хочу отметить, что на следующей неделе в четверг будет презентация бизнеса. То есть у нас также будет раз в две недели какая-то тема, связанная с сетевым бизнесом. И один раз в две недели у нас будет презентация либо бизнеса, либо презентация по продукту. Так что прямые эфиры теперь на летний период обязательно будут каждую неделю. В любом случае. Спасибо за ваше спасибо, друзья. Какие книги порекомендую по лидерству? Рекомендую книги обязательно «Лидер без титула» Робина Шарма. Порекомендую все книги Трампа обязательно. Порекомендую книгу «Законы победителей» Бода Шефера в обязательном порядке. Ну, что не поняли. Меняет только окружение, ребят. Что читаете, с кем общаетесь. Мышление меняется только от окружения. Все, точка. Там нет волшебной кнопки, на которую нужно нажать. Окружение. Что читаете, с какими людьми общаетесь. Только это меняет окружение. И ваши ежедневные поступки. Поэтому сами, главное, для себя принимите решение, какую роль вы выбрали. Как заставить ребенка системно после школы сразу уроки делать? Могу сказать. У нас 9-го в Москве будет тренинг Марии Колосовой, а 10-го в Чебоксарах. Как воспитать гения. Этот уникальный на самом деле будет тренинг. Там три самые ключевые вещи. Как самому стать лидером, как воспитать лидера и как создать команду лидеров. Это не лекция будет, не семинар, а именно тренинг с рабочими тетрадями. 9-го июня в Москве, 10-го июня в Чебоксарах. И есть технология. Мария Колосова это феноменальная личность. Женщина, которая меня просто повергла в шок. Она сама воспитала четверых детей. Все дети супер успешные. Просто есть технология. Я давно уже заметил, что большинство людей детей воспитывают не по технологиям успеха, а воспитывают так. Мальчики воспитывают в основном детей, каких воспитывали, а девочки в основном воспитывают детей, исходя из того, что они сами в детстве недополучили. Девчонки, без всяких обид. Но те из вас, кто самостоятельно воспитывают мальчиков, увы, вы воспитываете не мальчиков, а нарциссов. Я это вижу прям по соцсетям. Вам очень важно пройти правильные, правильные, вот у Колосовой правильные технологии. Почему? Потому что учиться надо у тех, кто технологиями обладает и тот, кто технологии эти применил сам. Сейчас горе учителей очень много, ребят. Будьте аккуратны, блин. Сейчас горе тренеров очень много. Задача которых продать свой следующий тренинг. Вот это очень страшно. Они проводят тренинг. На этом тренинге у людей эмоции, да, там так далее. И они технично, аккуратно продают следующий тренинг. Вот это очень опасные штуки. Да, очень жестко я сегодня немножко какие-то моменты сказал, но еще раз повторюсь, сказал как есть. Это мое мнение, вы имеете право не согласиться с ним. Лидерство предпринимательства идут рядом, согласен. Только собственным влиянием, ребят, можно повлиять на всех вокруг, на команду, на всех вокруг. Только не словами, не говорилкой, а только собственными действиями. Собственными действиями. Засаду знаете, какую вижу в сетевом бизнесе? Лидер до какого-то уровня рекрутировал, работал с новичками, а потом поймал корону управленца. Корону босса я называю. Я некоторым шутя говорю, слушай, опа, 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 встань-ка. Он говорит, что такое? Я говорю, коронка что-то на бок у тебя скосилась. Встань-ка, ну-ка, попрямее, чтобы коронка выпрямилась. Ребят, вот если вы поймали себя на этом, ну, нужно действовать, нужно быть действующим лидером. Я не знаю, в какой момент я осознал, что являюсь настоящим лидером. Не могу сказать. Не занимаюсь такими самокопаниями и никому не советую. Надо делать свою работу просто хорошо на том месте, на котором ты находишься. Да, у вас мама воспитанная, видите, она хотела вам дать то, что сама не получала. Как попасть на тренинги? Напишите мне в личку, я вам отправлю информацию. Так, про Трампа. Все говорят, что он плохой. У меня мама так говорит, что случайно президент выбился. Что думаете о нем? Еще раз повторюсь, я не перехожу на личность. Еще раз повторюсь, хороший, плохой это мнение, но он лидер. Давайте признаем, Трамп лидер, лидер. Значит, он обладает технологиями лидерства. Поэтому я читаю эти книги с позиции нехороший или плохой он, но он лидер. Уловили идею? Как победить лень, не знаю, ребят, как побеждать лень. Я вообще считаю, что лень бывает двух видов, умные либо глупые. Умные лентяи, вот я считаю себя умным лентяем. Они вначале работу делают хорошо, чтобы к этой работе не возвращаться. Глупые лентяи, ну я не знаю, против глупой лени никаких рекомендаций. Колосова, да, про Колосова. Про тренинги я вам сказал, да, то есть пишите в личку, скину материалы. Может ли быть орлица и лев в одной семье? Может быть, вы что, ребят? И лев, и львица, и орол, и орлица, конечно же. Просто они не соревнуются друг с другом. У них общие цели, общие задачи. Вы знаете, что Наталья Васильева, моя супруга, намного сильнее, чем я. Она как лично сильнее, чем я. Понимаете, в чем дело? У меня нет задачи бороться с ней за власть в семье. Вот если вы хотите доказать, кто сильнее в семье, понимаете, в чем дело? Ну, я вам расскажу одну историю. В одной семье были всегда конфликты. В одной семье были всегда конфликты. И жена говорит, вон, смотри, у этих, да, у соседей. Они всегда в любви, они всегда в гармонии, они всегда, ну, никогда не ругаются, не кричат друг на друга. А муж разозлился на это, он говорит, сейчас я пойду, посмотрю, что у них там. И он вечерком там прокрался к дому соседей и в окошко начал смотреть. И там муж в спальне случайно задел, проходя мимо прикроватный столик, и упала ваза. Жена на шум забежала в комнату, и муж говорит, дорогая, извини, я совершенно случайно ее разбил. А жена говорит, милый, это ты меня извини, зачем я туда поставила эту вазу? И вот этот вот мужчина увидел эту картину, возвращается домой, и жена говорит, ну что, что ты увидел? Он говорит, я понял секрет их семейного счастья. У нас в семье каждый хочет быть правым. У них в семье каждый берет на себя вину. Вы поняли идею? Я сейчас, чтобы вы не кидались из крайности в крайность, привел этот пример. Поймите одну вещь. В семье конфликты между Орлом и Орлицей только в одном случае могут быть. Если каждый пытается доказать свою правоту. Умение уступать, умение уважать свою вторую половинку. Только сильно умеет уступать, ребят. Слабые не умеют уступать. Понятная идея? Не путайте. Отступать и уступать – это разные вещи. На следующей неделе буду презентацию в четверг давать. Конечно, рекрутируем, ребят. Вы что? Рекрутируем, работаем, развиваем новые команды. Мы в полном кураже. Что щелкнуло у вас внутри, вы поняли, что нужно идти дальше. Тут нет такого, знаете, вот сидишь, сидишь и у тебя шелчок. Понимаете? Мотивацию нужно постоянно в себе придумывать, находить, придумывать новые виды мотивации. Но вот с партнерами нашей команды мы делились сейчас в то, что нас драйвит. Есть вещи, которые мы пока не озвучиваем для всех. Эдуард Лидиан должен быть прямым в разговоре, иногда может быть жестким. Поймите, у меня нет задачи быть жестким. Вы не знаете, насколько я требовательный по отношению к себе. Скажите, вот кто видит, например, как я тренируюсь иногда? Вы думаете, что я вам все показываю? Понимаете, я к себе намного жестче поступаю, чем к другим людям. Намного жестче. И поймите, тогда вы не будете обидно обижать других людей. Я вижу другую ошибку, когда люди себя берегут, а с других пытаются больше требовать. Сами мало делают, а с других требуют больше. Вот у меня позиция, ну без всякой красоты скажу, я к себе более требовательный, чем к своим партнерам. Намного более требовательный. Как вы понимаете, что лошадь сдохла? Ребят, вот это самый мне неприятный вопрос. Извините, конечно, но я никогда людей не ассоциирую с лошадьми. И мне очень не нравится вот этот пример. Я знаю, в какой-то книге он есть, да? Если лошадь сдохла, слезь с нее. Я очень не люблю вот эти вот ассоциации, когда людей вот с такими вещами сравнивают. Ну, со сдохшей лошадью. Но это неправильно. Так, сейчас посмотрим. Что еще? Вы занимаетесь или не занимаетесь продажами? Я не занимаюсь продажами, я помогаю людям покупать. У меня, если вас интересует, есть ли у меня клиенты, у меня есть клиенты. Совет новичкам прицепиться к своим наставникам. Совет новичкам, еще раз повторюсь, прицепиться к наставникам, не умничать, а задавать вопросы, если что-то непонятно. Есть люди, которых нельзя побудить. Но, еще раз повторюсь, у меня не все, кто зарегистрирован в команде, двигаются вместе с нами. Если человек не движется вместе с нами, ну, то есть, это его выбор, мы находим тех, кто движется вместе с нами. Я быстро вышел на уровень менеджера и остановилась. Как думаете, в чем дело? Не знаю, я не экстрасенс, ребят. Не знаю, в чем дело. Только вы знаете. Главное быть честным перед человеком в зеркале. Вот на себя в зеркале посмотрите, честно скажите, в чем дело, и вы найдете ответ. Есть люди, кто не идет за вами, это зрители нытики, или еще есть момент симпатии к лидеру, за этим он пойдет, за этим нет. Ну, может быть, тоже есть. Я не заморачиваюсь на эти вопросы. У меня, понимаете, у меня задача найти людей, которые пойдут за мной и работать с этими людьми. Все. И думать, почему этот не пошел, этот не пошел. Ну, не понравился я, может быть, как человек, но я не буду из-за этого сам обичеваться. Да, мы сохраним обязательный эфир в Ютубе. Есть ли у нас в команде те, кто работают от имени команды БМД? Конечно, есть. От имени команды БМД отдалились. Ребят, поймите одну штуку. То есть, у каждого лидера может быть своя точка зрения. Поймите одну штуку. То есть, мы все работаем с одной компанией, с компанией Reflame. Есть команда, называется БМД, бизнес-модель 21 века. Вот и все. Вот таким вот образом. Ну, что, друзья. Спасибо всем большое. Я желаю вам успехов. Я желаю вам в обязательном порядке, чтобы с вас начался богатый род вашей фамилии. Только так, ребят, и никак по-другому. С огромным уважением к вам, Эдуард Васильев. Всем успехов. Пока-пока. Всего хорошего.